27 сентября 2023 год и сейчас будет рассказ о том, как рождаются афоризмы. Буквально на ходу родился, еще даже в текстовом виде не выкладывал и не оформил до конца на этот афоризм. Просто записываю очередной афоризм, становлюсь вот так под камеру, меня эта листва прикрывает фиговым листочком. Не в том месте, или в том, уж не знаю. И вдруг меня осеняет, зачем античным героям были нужны лавровые венки. Лавровый венок, чтобы светлый ум не затмевала лысину. Ну, буквально на ходу лавровый венок, чтобы не был у меня похожий афоризм. Как часто светлый ум на поверху оказывается лысиной, но все-таки, по-моему, с лавровым венком гораздо лучше. Лавровый венок, чтобы светлый ум не затмевала лысину. И, в принципе, не имеет значения, идет речь о фигуральном лавровом венке, когда поют дифирамбу человеку. Пытаются достичь того же лавровым венком славы, прикрыть тот факт, что не какой-то здесь светлый ум, а просто у лысего. Лавровый венок, чтобы светлый ум не затмевала лысину.